В эфире информационного канала Севастополя новости в студии Арсений Ковалевский. Предприятия, обесточившие накануне часть Гагаринского района, привлекут к ответственности. Порученные поручения применять меры административного воздействия в отношении лиц, повредивших кабель в районе Парка Победы, озвучил губернатор Севастополя Сергей Миняйло, потребовав взыскать с виновника аварии стоимость ремонтных работ и впоследствии не оставлять безнаказанными подобные случаи. По сообщению Севастополя Энерго, лимиты городу не устанавливались. За минувшие сутки произошло две крупных аварии в Гагаринском районе и в поселке Орловка. К теме благоустройства города коммунальные службы продолжают заниматься озеленением клумб и нанесением дорожной разметки. В конце года Государственная дума продлила действие прощенной процедуры госзакупок в Крыму и Севастополе до 2017 года. На данный момент вопросов на контроле нету по авариям. Работа по благоустройству продолжается. На данный момент за сутки выполнен покорств травы 29 тысяч погонных метров. Меня погонные метры не интересуют, меня интересуют наши улицы, скверы, площади, подъездные дороги и так далее. В преддверии праздника, в первом из которых станет Пасха, губернатор поручил разработать график работы общественного транспорта таким образом, чтобы севастопольцы смогли без проблем добираться до храмов, а в поминальный день до кладбищ. Упрощенный порядок госзакупок в Крыму и Севастополе будет действовать до конца года. Этим документом предусматривается изменение срока вступления в силу на территории полуострова положений закона о контрактной системе государственных закупок. Сегодня на внеочередном заседании правительством Севастополя утверждено постановление с перечнем работ и услуг с упрощенными порядками определения поставщика. В конце марта Государственная дума продлила действие упрощенной процедуры госзакупок в Крыму и Севастополе до 2017 года. И она будет действовать параллельно с федеральным законом номер 44 о контрактной системе госзакупок. По согласованию с Министерством экономического развития правительством Севастополя согласован порядок проведения конкурсов. Требования к поставщикам полностью соответствуют 44-му федеральному закону, который там прописано. Основные изменения это, что план график будет вывешиваться в течение не менее одних суток на сайте правительства города Севастополя. И конкурсные процедуры с подписанием договора завершаются в течение 15 дней. Заместитель губернатора Севастополя Алексей Еремеев призвал коллег использовать упрощенную систему госзакупок в исключительных случаях, когда речь идет о сроках исполнения федеральной целевой программы, а в целом призвал государственные предприятия работать и в рамках 44-го федерального закона. Есть расходы бюджета, которые такой срочности не требуют. Поэтому я бы всех призвал данным порядком пользоваться не повсеместно, а действительно только в случае срочности осуществления тех или иных закупок. То есть там, где время позволяет использовать 44-й федеральный закон о контрактной системе, мы все-таки должны постепенно переходить на него. Кроме того, на заседании утверждено положение о расходовании субсидий Минэкономразвития на реализацию в Севастополе ряда проектов федеральной целевой программы. Анастасия Шульга, Анна Малышко, Андрей Томичук, информационный канал Севастополя. 15-летие сегодня отмечает Всероссийский студенческий корпус спасателей. 22 апреля 2001 года эта молодежная организация объединила ребят под девизом «Чужого горя не бывает». Теперь подразделения корпуса вместе с сотрудниками МЧС работают во всех регионах страны. В Доме правительства сегодня по случаю годовщины создания организации честовали местных активистов. Севастопольскому студенческому корпусу спасателей еще нет и года. Боевым крещением для местных добровольцев стал режим ЧС. С конца ноября, когда свет давался по часам, студотряны расклеивали по городу актуальные графики веерных отключений, помогали ветеранам и взаимодействовали с сотрудниками МЧС. Чужой беды не бывает, как девиз организации и стимул стать добровольным спасателем. У нас объединено сейчас более 150 человек, но мы не гонимся за количеством. Нам главное те люди, которые действительно горят глаза и которые проходят обучение, не готовы помогать и прийти на помощь. Сегодня Всероссийский студенческий корпус спасателей по всей стране насчитывает 205 отрядов. В добровольце записалось более 12 тысяч ребят. Общественная организация получила признание во многих подразделениях МЧС России. Студенты под руководством государственных структур участвуют в аварийно-спасательных операциях. К сожалению, наверное, ваше призвание, ваша профессия становится более востребованной в последнее время. Это связано и с теми техногенными, природными ситуациями, которые происходят в мире. Это, к сожалению, связано и с той активностью, которую проявляют экстремистские организации. Я вам от всей души желаю, чтобы ваша работа, ваше призвание было направлено как можно больше на профилактические и разъяснительные действия. В Доме правительства по случаю дня рождения Всероссийского студенческого корпуса спасателей севастопольским ребятам вручили благодарственные письма и подарки от губернатора, законодательного собрания и управления МЧС. Дмитрий Слезовский, Анна Малышко, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. О том, как вести бизнес с маленьким ребенком на руках, говорили сегодня на форуме выставки «Мама может все». Женщины, которые уже реализуют свое дело и те, кто его только планирует начать, узнали о предпринимательских тонкостях современного рынка. Своим опытом с ученицами поделились эксперты, успешные бизнес-леди из Москвы. Рассказали о поиске капитала, о малобюджетном маркетинге, интернете как способе продвижения товара. Форум провели в рамках проекта «Сделано мамой. Сделано в России», который на сегодняшний день объединил более тысячи предпринимателей со всей страны. Они каждое утро готовят завтрак для всей семьи, занимаются домашним хозяйством, воспитанием детей и при этом ведут собственное прибыльное дело. Севастопольские женщины-предприниматели сегодня могут составить достойную конкуренцию мужчинам. Выставка форум «Мама может все» тому подтверждение. Это площадка, на которой делится опытом и открывает новые возможности для продвижения бизнеса. Форум не похож на деловую встречу, а вместо докладов – свободное общение в формате открытый микрофон. А пока мамы занимаются важными делами, дети развлекаются в игровой зоне, которую организовали авторы общероссийского проекта «Сделано мамой. Сделано в России». Все, что хотим сказать здесь сегодня на площадке, о том, что посмотрите на женщину не только как на хранительницу домашнего очага, а посмотрите на нее как на точку роста экономики, как на возможности развития малого и среднего бизнеса. Ну, собственно, поддержите ее, расскажите о ней и представьте себе, что на самом деле здесь и сейчас сегодня зарождается национальная гордость. Бизнес-предпочтения женщин отличается от мужского предпринимательства, отмечают специалисты. Первые чаще выбирают социальные и творческие проекты сферы здоровья и красоты. Все потому, что работа в этих направлениях приносит удовольствие, позволяет совмещать активный образ жизни и семью. Елене Варминской идею бизнеса подсказала маленькая дочь. Однажды вместе приготовили медовый пряник по рецепту 17 века и расписали его глазурью. Результат так порадовал, что женщина решила поставить свою выпечку на производство. И вот уже больше трех лет успешно реализует проект. Ее пряники с изображением памятника затопленным кораблям известны уже во всех регионах России. Когда делаешь все с любовью, у тебя все в жизни получается. Я стала матерью, я стала преуспевающим бизнесменом, и мне это нравится, и я готова на пользу города и нашего государства работать. Только начинает пробовать свои силы в бизнесе Наталья Шапурова, больше пяти лет занимается скульптурным валянием. Из непрядиной шерсти с помощью только одной лишь иголки она делает кукол и животных. Говорит, всегда воспринимала свое дело как хобби, но после выставки задумалась превратить свое увлечение еще и в способ заработка. Находить людей, которым это интересно, которым это может понадобиться, интересно будет и выставлять, и иметь в коллекциях своих. То есть, мои цели такие, и хочется, чтобы, конечно, они в частных коллекциях потом появились, чтобы их оценили. В рамках форума севастопольские женщины познакомились с успешными мамами из Москвы. Руководители семейных клубов, праздничных агентств, домов престарелых рассказали, как организовать свое дело с маленьким ребенком на руках и как дальше продвигать свой бизнес. Анна Леготина, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя. 48 лет непрерывного трудового стажа. Сегодня коллектив предприятия «Севастопольгаз» провожал на пенсию Александра Николаевича Тетерюка. Его безупречный трудовой путь, отмеченный правительственными градами, пример молодому поколению. Подробности в материале Сергея Краснослободцева. Александр Николаевич Тетерюк пришел работать в «Севастопольгаз» сразу после армии в 1968 году. Здесь он 48 лет работал водителем аварийной службы. У него более 50 различных наград. За свой добросовестный труд был удостоен правительственной награды СССР, ордена «Знак почета». Залог стабильности – это постоянные кадры, которые обеспечивают работу и безопасную эксплуатацию газового хозяйства. Мы искренне благодарны Александру Николаевичу, что он столько лет был с нами. И тем самым демонстрируем и всем молодым специалистам, которые к нам приходят, мы им всегда рады, и городу, о том, что мы стремимся сделать лучшие условия для наших специалистов, дабы обеспечить безопасную эксплуатацию газового хозяйства. Всегда внимательный, приветливый и отзывчивый, говорят об Александре Николаевиче коллеги. Без него не обходился ни один корпоративный праздник. Работники предприятия отмечают, что с уходом Александра Тетерюка на пенсию ощущают в душе пустоту. А он со слезами на глазах рассказывает, будет скучать по трудовым будням. Севастополь – газ для меня. Я сердцем прикипел к организации. После армии как пришел, я работаю, как говорится, по сей день. Мне помнится становление всего коллектива. У нас Калиновский был начальником, первый начальник был Алиев. И там, ну вот, с Калиновским, вот все сплотилось, жива двуя был Сергей Александрович. И вот она все сплотилась у нас. И вот коллектив, ну, дружный коллектив, понимали все друг друга там, и по работе, и отдыхали вместе все. Ну, я принимал, как говорится, активное участие. На душе, конечно, бы скучаю. Мне каждый день, каждый день, мне снится, что я, как говорится, и на работе, и там, и езжу. Ну, каждый день, наверное, это останется уже на всю оставшуюся жизнь. Торжественная обстановка, цветы, нескончаемые аплодисменты, слезы – так провожали Александра Николаевича на заслуженный отдых. Коллектив с сожалением расставался с одним из лучших работников предприятия. Сергей Краснослободцев, информационный канал «Севастополя». Сегодня в свой первый рейс отправится ночной пассажирский поезд с сообщением «Севастополь-Керчь», сообщает официальный сайт «Крымская железная дорога». Стоимость проезда в плацкартном вагоне составит 828 рублей 30 копеек. Купей нам 1522 рубля 60 копеек с учетом постельных принадлежностей. Из Севастополя поезд отправится в 21 час 30 минут и прибывает в Керчь в 6 часов утра. В обратном направлении отправление в 22.10 и прибытие в Севастополь в 6 часов 50 минут. В пути следования предусмотрены остановки на станциях «Бахчисарай», «Урожайная», «Джанкой», «Нижнегорская», «Владиславка» с 7 колодезей. В составе курсируют 5 вагонов, из них 3 купейных и 2 плацкартных. В период с 3 по 10 мая участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также сопровождающим их лицам, предоставляется право бесплатного проезда в купейных вагонах. Поезд будет курсировать ежедневно. К этому часу это все новости, а за дальнейшим развитием событий следите вместе с информационным каналом Севастополя. Севастополь 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 Севастополь